В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина открыли комплекс учебных мастерских. Они созданы в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» и госпрограммы развития образования. Подробнее в репортаже Богдана Колесникова. Новые мастерские оснастили современным оборудованием. На нём будут проходить учебную практику и студенты, и школьники. Преимущественно мы сотрудничаем в рамках проекта «Путёвка в жизнь» школьникам Подмосковья. Получение профессии вместе с аттестатом. Также ребята приходят к нам, начиная с пятого класса, на профессиональные пробы в рамках также федерального проекта «Билет в будущее». Несколько лет назад была принята федеральная программа, позволяющая лучшим коллективам педагогическим и студенческим претендовать на высокие гранты. Колледж выдержал очень серьёзную конкуренцию, победив в этом федеральном проекте «Молодые профессионалы». По результатам конкурса Люберецкий техникум получил грант, благодаря которому здесь удалось создать учебные лаборатории. Здесь монтируют электрооборудование летательных аппаратов. Студенты собирают и ремонтируют блоки управления бортовыми огнями и световой сигнализацией, выполняют сборку и бандажирование жгутов, монтируют внутриблочные электроагрегаты авиационной техники. «Детали очень маленькие, всё можно делать очень аккуратно». В 2018 году стартовал проект «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья. Получение профессии вместе с аттестатом». В Люберцах одна из первых в нём приняла участие восьмиклассница Мария Дюкарева. Её с детства привлекали самолёты, поэтому специальность производства и обслуживания авиационной техники, которые обучают в гагаринском техникуме, приглянулась сразу. «В восьмой и девятый класс мы ходили в этот техникум как раз и получали образование, специальность». Мария быстро втянулась в процесс обучения и показала отличные результаты. Три года назад представила техникум на Московском международном салоне образования, а в 2020-м участвовала в региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Открытие новой мастерской ждала с нетерпением. «В ней очень удобно работать из-за солнечного света. То, что вот как раз сзади окна, и он попадает спокойно в лабораторию и очень хорошо освещает. Плюс верстаки оборудованы искусственным светом. Я пойду дальше на высшее образование уже по этой, ну и буду собирать самолёты». А в этой мастерской учебную практику проходят студенты по специальности внешнее пилотирование и эксплуатации беспилотных воздушных судов. Современная техника и оборудование позволяют освоить все этапы работы с беспилотными летательными аппаратами самолётного и мультироторного типов, предполётный осмотр, планирование автоматической полётной миссии, обработка данных аэросъёмки. «Побывав в этом учебном заведении, мы уже увидели новые беспилотные летательные аппараты, которые выпускаются. И самое главное, что сейчас ребята, проходя обучение, начинают разрабатывать свои новые детали. Вначале это детали, потом какие-то конструкторы, потом, после из них, собирается уже новая идея, новые аппараты». Благодаря открытию новых мастерских, молодые люди не только получают качественное образование, но и приобретают практические навыки и в дальнейшем успешно реализовываются как профессионалы. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.